Красиво, комфортно и экологично. Больше тысячи квадратных метров тротуаров из необычной мягкой спрессованной плитки. 15 камеек и урн, 10 световых опор и 25 дорожных светильников. При благоустройстве сквера возле площади молодежи постарались учесть все пожелания жителей. Так, возле новой зоны отдыха обустроили и парковку для автомобилей. Особое внимание уделили озеленению территории. Ландшафт и все зеленые насаждения мы постарались по максимуму сохранить, в связи с чем неоднократно пришлось менять направление дорожек, менять проектные решения. Были учтены существующие пешеходные тропы. То есть всю территорию мы постарались по максимуму сохранить, чтобы это было удобно жителям города Череповца. К старым деревьям добавили новые. Это клены, яблони, рябины и каштаны. Высадили цветы, позаботились и о газоне, который взойдет весной. Подрядчик применил особую технологию посадки – гидропосев. Его особенность заключается в том, что его сеют сразу с водой. Это сразу такая масса семян воды. И она, располагаясь по территории, считается, что лучшая всхожесть, более буйная. И, скажем, такой газон дольше служит. Посмотрим. Потому что такая технология приобретена Северсталью недавно. Для нас это тоже опыт. Благоустройство сквера – проект Северстали. Параллельно с работами на экотерритории предприятия завершило и ремонт стилобата Дворца культуры Металлургов. Еще одним приятным подарком для горожан стали новые кинетические фигуры «Два сердца». Правда, во время реконструкции не обошлось и без неприятностей. У нас при монтаже светооборудования украли порядка 250 метров дорогого света специального кабеля для освещения. Были даже прецеденты, что после высаживания наслаждений у нас выкапывали цветы ночью. Сейчас в мэрии прорабатывают вопрос с установкой камер наблюдения на новой экотерритории. Власти города ждут понимания от владельцев домашних животных. Выгуливать их в обновленном сквере запрещено. Мария Еберенко, Сергей Павлов. Новости.